всем привет этой экологической экскурсии в петербурге и сегодня поговорим о дождевиках как они выглядят съедобные ли они ну и можно ли их употреблять в пищу и самое главное как дождевик выглядит примерно вот таким образом в зависимости от вида он может быть чуть белее или большим размером у нас есть довольно большие гигантские дождевики но в ленинградской области такие гигантские встречаются крайне редко а может быть и совсем не встречаются больше они характерны для южных регионах нашей страны ну и центральных московской области например дождевик вот в таком белом плотном виде когда у него еще сердцевина полностью белая съедобен и более того очень вкусен специалисты говорят что если такой гриб разрезать на кусочки быстро высушить например где-нибудь в духовке или на печке на печке наверно сложно нужно быстро очень высушить чтобы он не превратился в споры и если вам это удастся вы можете перемолоть его на кофемолке и готовить невероятно вкусные крем-супы говорят что вкуснее чем белые грибы но когда созревает дождевик он превращается в несъедобное вот такой вот пышище спорами создание эти споры нужно быть к ним осторожным потому что они очень аллергенны и некоторых дождевики могут вызвать приступы удушья если вы вдохнете такие споры но тем не менее вот эти споры помогают дождевику распространяться именно из-за них этот дождевики называют цыганской пудрой дедушкиной трубкой и разными другими народными названиями в итоге что можно сказать дождевик вкусен он интересен ну и не вдыхайте его споры сами белые грибы довольно питательны и можно могут быть хорошим подспорьем грибникам особенно когда других грибов нету такое тоже бывает так что если вы не найдете в лесу ни подберезок не белых ни какими быть других подосиновиков а есть только дождевики не отчаивайтесь более того радуйтесь они тоже вкусны и питательны